Здравствуйте друзья, я волнуюсь, вот сегодня вы увидите, окажетесь в удивительном мире, настолько удивительным, что я сам не верю, что все это создано моими руками. Я Железа Валерия Константинович, мой сад расположен, не поверите, в Красноярском крае, в Шушенском районе, в поселке Красный Хутор. Настало время делиться опытом, но мои возможности ограничены, и я благодарен тем, кто меня попросил. Эта организация, которая распространит этот ролик, надеюсь, она же сама и предложила, давайте расскажем о вас всему миру. Сделайте полутораминутный ролик, попробуй уложиться, это очень сложно. Здесь фотогалерея сада, это мой сайт, здесь фотогалерея сада есть, когда я ее открою, не забудьте перед этим под язык положить в лидол, потому что этого не может быть никогда, вот и сейчас брезгливо отстранилась наука, по принципу не может быть, смотреть не будем. Вот, а начну я с другого, посмотрите, до чего дошел мир. Вот это вот кусочек моего вебинара, это я показываю дикую жуть, страшную, невообразимую. Вот это все, за это отдано миллиарды рублей, фактически нищими рабочими, врачами, учителями и, самыми страшными, пенсионерами. Вот это вот, это везде и всюду, все заполнено вот этими вот картинками, я не оговорился, картинками, а не саженцами. Ни одного этого саженца нет на свете, жить они не могут, это исключено. Вот, я рассказывал, показывал, как они берут три яблочка, повернут так, потом повернут в другую сторону, или груши, потом опять в эту, ниже, 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 получается колонна. Вот это реальность, больше не могу потратить на это время, время утекает. Теперь смотрим альтернативу. Так, вот, официальный сайт, заходим на мою фотогалерею. Это, их остался, это последний сад, в России об этом не знает наука, самое страшное, что знать не хочет. В России было три сада, почему было? Сад Латинкова, а Латинков умер в начале этого года. Сад Боднара, Боднар умер в начале этого года. Никто не приехал, никто не сказал, ради бога, продайте нам все свои наработки, уникальные сорта. Я, последний, который еще дышит, это мой, а мне 71 год на днях исполняется. Вот, вот это вот, вот это вот, то, чего не может быть никогда. У меня не будет возможности рассказать вам про каждый сорт, про все это уникальные вещи. Эта фотография сделана всего за несколько лет. Рассвет моего этого самого, рассвет моего садоводства, так можно сказать. Сейчас я поправлю немножко, вот так. Ага, видите. Вот, и что самое удивительное, что он настоящий, его потрогать можно. Там, где вы не увидите моих внуков, моих родственников, вот они, вот мой сын, видите. Там, где вы это не увидите, эти фотографии украдены, украдены нагло, подло. Вот они, эти фотографии. Вот. Видите, что творится? Вот, десятки, сайтов их украли, десятки, каждую десятки, а в сумме, да, сейчас я вам покажу, ладно, уже, не выдержал. Так, я это говорю, к чему, сейчас поймете. Вот эти фотографии из чужих садов, ну как чужие, вот. Вот, ну это понятно, это для, я вставил для красоты, полюбуйтесь на нашего национального героя. Жаль, я не могу сейчас остановиться о нем, но я о нем много рассказывал с теплотой. Вот это визитная карточка моего сада, так. Единственный ученый, которым я сотрудничаю, дружу, вот. Недавно в гостевой книге моего сайта сравнили с Асхабадом. Ну, это те, которые, немыносимая эта мысль, что это все реально. А вот это вот, та страшная картина, вот это мои фотографии, все, раз, два, три, тут 20, тут 20, тут 20, тут 20, или 16, и тут еще. В общем, 96 или 100, посмотрите, все они красуются, фотографии на чужих сайтах. Это мое признание от мошенников. Вот почему? Потому что садов нет, и учтите, друзья, всегда спрашивайте, где ваш сад? Вот, крупнейшие, допустим, это самое, сады Урала, крупнейший питомник, огромный питомник. Украл шесть моих фотографий, вот таких, что я вам показывал, да? Вот, и выдает за свои, и еще это самое, имеет наглость говорить, что я их обманываю, что я обманываю вас. Все это вскрыто, раскрыто, извинялись, и все равно это обманывают. Так я не добился, откуда дровишки? Вот, это есть еще мой сад, то потом вы увидите удивительную картину, удивительную картину. Вот это все, вот это все уже в чужих садах переехало от меня в виде, в основном, косточек и семечек. И еще даже персики, вот, тут много таких фотографий. И еще в виде саженцев Сергея Железова, моего сына. Вот, вот этот персик растет на улице, его не украли, он плодоносит, это. Его не украли, потому что пока он не вырос, люди не знали, что это персик. А рядом абрикосы были украдены. Почему? Нормальный человек, хороший человек посадил на улице. И я так могу говорить до бесконечности. Вот. Это все вы можете узнать у меня, это все с моего сада, с моего сада, с моего сада. Косточки, вот это косточки с моего сада, это косточки с моего сада. Вот. А вот это вот я продаю. И я надеюсь, что, раз уж меня попросили снять рекламный ролик, это все разойдется по стране, потому что этого не может быть никогда. Не могло быть, теперь может. И, наконец, я вам покажу сейчас свой каталог, потому что время утекает. А что я успею сказать. Вот. Сейчас я покажу. А вот он каталог. Внимание. Вот. Значит, еще немного продаю семена. Как сухие, прошлогодние, видите, цену сбросил до минимума. Так. Это вы потом остановите записи, прочтете. Это будет урожай 21-го года, он созревает. Так. Это цены. Они вроде бы не маленькие, но если за 20-25 рублей у вас вырастет дерево, которое даст потом, как у меня, сотни. Нет. Не килограмм. Это много. Сотни килограмм. Сотни вядер. Вот это будет. А еще. Книга «Северный сад» кончилась. Ну, не беда. Она бумажная была. А вот эта книга уникальная. Здесь две. Вот. Но пока Россия раскачается, это все в открытом доступе. Все это будет украдено. Это брошюра. Четыре штуки купил. Это 200 рублей. Подарил лучшим друзьям. А можно и врагам. А вот вся лента. Тоже бы не помешала. От нее зависит качество прививки. Это тоже уникальная вещь. Это вам не эти грани, которые обмотку делают. 20 дисков. Тоже уникально. 300 рублей. И вы... Даже книга есть, видите. Личная книга «Северный сад». Бумажная кончилась, а тут 300 рублей книга в кармане. Вот. И здесь есть все. И так далее. Наконец, косточки, семечки. Вот. Это то, что я продаю. А что же это на самом деле? Давайте пролистаем очень быстро. Быстро, 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 быстро. Это как раз те фотографии, которые у меня воровали. Около 200 интернет-магазинов и сайтов, якобы садоводческих, присвоили эти фотографии. Значит, торгуют дерьмом с юга. Почему дерьмо? Как бы они хорошо не выглядели, эти южные, они все до единого погибают. Вот так вот. А это то, что я продаю. 23 ведра жердей с Украины. Вкуснейшее для Сибири пойдет. 23 ведра с дерева. Одна ветка, единственная, в сторонке. Это огромное дерево. Представляете, здесь это зад таким было. И уже еще продоносят. Вот. И эта фотография была украдена. И это. И это. И это. Вот это косточки. Отсюда. Отсюда. Вот. Еще страшно то, что познакомишься со мной, вы узнаете, что такое звериная технология. Я так и знаю. Звериная, это когда вот такую вишню, вот такую вот, да, которой нельзя подходить вообще до плодоношения. Звериная технология, значит, надо прорежать, уничтожать, дерн, уничтожать. Это попутно всех насекомых, начиная с этих самых, с ценнейших муравьев. Я не оговорился. С ценнейших, естественно, червей, грибов и так далее. У них дерево проредить так, чтобы оно заболело и умерло. Вот это страшная вещь. Это страшная вещь. Все это когда-то было южным. А потом переехало на север. И если вы познакомитесь с моей технологией, в Сибирь переехал, то вы поймете, что все это реально, это не случайный урожай. Я вам даже не всю фотогалерею показал. Вот черешня. Персики неукровные. Неукровные. Вот. И киньте камень тому, кто скажет, что у Железова теплый климат. Это жесточайший климат на пределе выживания. Если у меня на пределе выживания, и без всяких, как сказать, без всяких подкормок, без всяких, без удобрений, без опрыскиваний, это все без укрытий, без перекопок, без ничего. Все это плодоносит. Значит, во всей остальной России оно тем более будет плодоносить. Я вам так не смог целиком показать свой, тот самый, тот самый, тот самый фотогалерею. Вот. Наверное, мое время давно истекло. Наверное, это все будет отсечено. Ну, на всякий случай досмотрите. Это и подвойный материал, без которого невозможно вырастить 500-граммовые яблоки и груши. Пролистая, вдруг удастся вам это увидеть. Сейчас я вышлю этот ролик. Ну, а остальное вы все увидите потом. В каталоге есть ценнейшая вещь, видите? Потому что даже сама посадка означает «прощай», сад. Посадка подлая, предательская, в ямке. Вот. Потом страшный уход, зверины я называю. Ну, и на этом я заканчиваю. Благодарю за внимание. Друзья, вместо полутора минут получилось почти 14. А как влезть в эти рамки? 37 лет жизни уложить полторы минуты. Я не смог. Но, на всякий случай, я тогда еще у себя копию этого опубликую. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok